Станислав Воскресенский знакомится с дамами преклонного возраста. В четверг временно исполняющий обязанности губернатора посетил дом-интернат Лесное. Здесь проживают 111 пенсионеров. Главе региона рассказали о работе учреждения, показали, как живут ветераны. Зинаиде Александровне 95 сейчас немного приболела, а так за новостями следит. Станислава Воскресенского узнала сразу. В этом году дом-интернат сильно преобразился. На ремонтные работы потратили более 4 миллионов рублей. Новый лифт приспособлен и для слабослышащих, и для незрячих, и для тех, кто пользуется инвалидной коляской. Отремонтировано три блока жилых комнат. Важно, чтобы ветераны проживали в комфортных условиях, чувствовали себя как дома. У нас средний возраст проживающих это 85 лет, у нас самому молодому это 60 лет и самому пожилому 96 лет. Мы хотим показать, что мы интересны для общества, что у нас очень много друзей, у нас очень много волонтерских организаций. С нами интересно работать. Они очень много открывают для молодежи, передают свой опыт, обучают. Молодежь нас обучает, а мы молодежь. Сказать, что здесь старики доживают свой век, язык не повернется. Во-первых, все они занимаются творчеством, открывают в себе таланты, которых в молодости и не подозревали. Рисуют, танцуют, поют. Во-вторых, это прекрасная возможность посвятить время себе. Как в фильме «Девчата». «Хочу халву ем, хочу пряник». Мне нравится. Я с цветочками занимаюсь в огороде. В общем, и повязать. Что же хочу, то и делаю. Хочу вяжу, хочу с цветочками занимаюсь. Летом в огороде. А недавно в доме-интернате открыли ретро-музей. Там собраны предметы быта, мебель, украшения, пластинки советской эпохи. Теперь жильцам есть, что показать гостям и где вспомнить молодость. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.